Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, текст сделал Короче, ребят Варди Викли Сезон 1, финальная часть Группа очень интересная Sui Innovation Alive Demi Love Как в ней играет матчи Проставлены уже, кстати говоря Вот, на кибетик заходим 1, 0, 2, наверное, обычно Это понятно здесь все Фига Кэп собрал с такой Неслабой Десяточку на такой Экспресс запелю на все события Просто Ну а также Канус пара Alive Demi Love Сейчас первая Ну тут, понятное дело Но Alive Можно все смело ставить Ну вот, это очевидный момент В общем, ждем, ребят, начало Ну вот, это очевидно Учись в аспирантуре Получается в кашуатарме Я не заванишь А чего-нибудь тебя банить Я сам в Армении был Во-первых Во-вторых Человек Человек, который учится в аспирантуре Смотрел Зерго Еще уроки, надеюсь, ты у Зерго брал Я-то отзвоню вам в аспирантуру Тебя отчисляют Просто, короче, завтра Все Нет, мне, к сожалению Не довелось служить Вот Воспитывался мамой И в то время Ни физухи у меня не было Ничего И вообще у меня Четыре пункта было Ну, по которым В принципе Можно было забить На них Пойти Как бы Ну, можно и съехать Было И камни в почках Там И колени И еще много чего Но Как бы Сейчас, думаю Может быть И надо было бы Это сделать Но уже поздно Как бы еще Говорить Поэтому Я только Как диванный эксперт По авиации Ребята А тех Кто служил Воевал Тем более Там Всех поздравляю У нас тут Разные люди Бывают Вот Ну, а мы ждем Варде Викли Начало Ребятки С финальной части Вот этой Вот Вот С поинт Сдают Да С поинт Сдают Турнир Такой Там Многие Австралийцы Делают Турниры Вот Еще Кто-то Там Турниры Делают А Бейстрейдерские Тоже Некоторые Турниры Там Очки Даются И Общий Финал Такой Типа Месяца Делается Ну, ладно Шучу Все Нормально Зерк Своеобразный Чел Но Имеет Место Быть Криво Я просто Подшучиваю Бывает А он Иногда Даже Обижается Потому что Дурачки Ему Всякие Что-то Говорят Что-то Типа Оскорбляют Его Кто-то Там Или Что-нибудь Ну, Шалунтик Е-мое Что-то Говорить Типа Продолжение следует... Ну что, ребята, лайф против Демилав, фаворит очевиден. Первая пара у нас получается поперла сейчас играть. Так, перекину ссылки на сетку на эту часть. Далее пара будет Су против Илаева, а потом Су против Демилав. А потом на сладенькое инновейшн выходит. Ну, правда, почему-то Су первым он играет. Лучше бы на конец оставили. Ну, будем смотреть. Будем посмотреть, как говорится. Смотрим, толковое или бестолковое. Это уж сами решайте. Live.su.innovation.demilav. Группа. Вот. Все есть в описании канала. Ссылки на группу там и т.д. Здорово, Киев. Здорово всем, ребят. Помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал. Естественно, подписывайтесь. Поэтому на него. На уведомления я имею в виду. Об этом никак почти не говорю. Отключайте от блоки. И на премиум подписывайтесь, естественно. Ну и по реквизитам, что они через плеер поддерживаете. Все, у нас первая пара начинается. Погнали. Урубил я твич. Кстати, сейчас надо добавить твич на... Сейчас последний штрих. В игру возвращаюсь. Твич добавлю к турниру на... Тим Ликвиде просто. Вот. Тим Ликвиде просто. Ну что, ребят. Смотрите, что здесь происходит. Все, пора по комментирую. Потому что, ну, везде все добавил я, где нужно. Реактор на бараке. Через рипера был опунинг, соответственно. Барак, газ. Вот. Барак, газ. Газ не самый ранний. Газ не до барака. Барак, газ. Рипер, СЦ. СЦ-шечка билд. Выход во второй барак. То есть, это дроп мариков 16 или... Ну, сколько будет? Там 14 бывает дропают. Не знаю, сколько здесь будет в этой игре. Факторочка. Факторочка. Здорово, СК-2Ксен. Привет всем, ребятки. Вот. И сейчас Старпорт будет. Здесь СЦ-шечка. Полетел мул. Раскачка идет. У Деми Лав через муфлингов билд. Не знаю, на каком уровне Деми Лав сейчас играет. Ну, Индус молодец, как бы. Вообще, за всю историю киберспортивных каких-то тем я вижу, чтобы Индус играл. Особенно в Старкрафт. Старкрафт просто, ну... Мягко говоря, не самая такая дисциплина. Не напряженная. Вот. Ну и пожалуйста. Вот. Находится овер. Минус овер. Не при... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мув доделся на одном. ХП улетел. И Деми Лав, как говорит поговорка. И Деми Лав иногда везет даже. Вот. Какая поговорка, я хз. Ну, какая-то говорит. Хе-хе-хе. Вот. Стимфак делается, пацаны, на... 50 секунд. 70 остается. Приблизительно до готовности. Чуть больше минуты. Сейчас будут заказаны меди-ваки. Ну, все стандартно. У Тирана здесь рипер Лингона Ксилнаги убил. Здесь 3-я хата делается. Вот. И... Будет ли готов Деми Лав отбить это все? Роучи точнее будет. Это королева Лингами будет отбиваться. Ну, королева Лингами опасно это отбивать. Овера попытался найти. Лайф. Овера не нашел. Так. 25-го, 26-го турит ПВВ. Ну, как бы я... Если ни с чем не совпадает Брудвар, я стримлю Брудвар. Если с какими-то крупными турнирами по второму Старкрафту, то уже там предпочтение бывает и на второй Старкрафт падает. Просто неизвестно, что там будет. Поэтому я не буду заранее говорить. Но если что не будет, то, конечно, постримлю. Так, здесь циклончик добавляется. Зачем Лайфу циклон? Видимо, решил, что может какой-то контур забегания быть опасно, типа. Вот. Ну, это время летят 16 мариков ровно. Здесь много лингов у Демилав. Строится плюс Королев. Есть несколько штук. Овером наблюдает дробчик мариков сейчас Демилав. Начинает медивак расковыривать. Почти убил. Смотрите, как четко. Лингами отогнал. Здесь пошли сразу криптуморы по этому направлению. Пытаясь Лайф сместить, в общем-то, движение в сторону другую. Вот здесь вот криптуморы надо, кстати, вперед бы тянуть. И здесь бы имело смысл вперед кидать его. И на мэне криптуморчик имело смысл бы заплодить бы. Здесь циклончик еще или едет плюсом. И прилетает второй медивак. То есть будет у нас 3 медивака плюс циклон еще сейчас прессовать. Щиты пошли. Лаба на фактере. И здесь Либератор один заказан. Еще 3 барака делает. И Лайф все-таки с двух бас он решил, что Демилав... Ну, конечно же, это Демилав. Тут мальчик для битья в этой группе. И Лайф решил, что это легкая прогулка для него будет. Ну, докажет ли Демилав обратно, я не знаю. Но пока что никак. Ох, еще и гранатка туда зашла. Передроп на мэн сразу же пошел. Демилав понимает, что происходит. Бежит всеми сюда юнитами. Но нужно ли было делать передров, я даже не знаю. Так, лингов много здесь. Надо окружать. Маликов долго, что Демилав это делает. Все, кстати, на корейском сервере происходит. Не знаю, Демилав в Корее сейчас или почему. Почему так вот, что на Корее играется. Четвертую хату Демилав хочет пильнуть. Здесь Либератор летит, здесь порка уже есть. Элайф понимает, что под споркой раскладываться нет смысла особо. Ну и прирост вперед идет. Надеюсь, Лимит он в плюсе, как 5 бараков работает. Сейчас 3 СС-шечки даже нет. Грейт на атаку есть. У Демилав армор есть. Здесь нужно отличить всех мариков, которые дропывались до этого. Пока 2 марика и медивак все лишь погибли в этой игре. То есть очень мало потерь было у тирана боевых. Симмит Сайлайф. Ну, не отличил мариков. Что-то спешит он вперед и идти. Не знаю. Танчик на хайграунде один будет упрягать. За разложен Либератор. Танк начинает бомбить. Плотненько так прилетает дэмэдж здесь. Королевы идут вперед. Трансфюза есть. Бейлингом по катушке уже есть. Если Демилав сейчас отобьется в этой игре, на самом деле ситуация для него очень даже неплохая будет. Как мне видится это все дело почему-то. Потому что... Так, бейлинги закатывают. Смотрите-ка, Демилав-то вообще царь. Он отбивается. Здесь королевы идут вперед. Почему неплохая? Почему 4 хата на 2 базы? Тиран с 2 холонит вообще. Нужно новых бейлингов просто напиливать и все. Трансфюзица королевы. Элайв наглеет, лезет вперед. Здесь еще новый танк приходит. Начинает прессовать хату. Нужно сейчас новой волной лингов бы вперед заходить, конечно, Демилав. Что он и пытается сделать. Пытается выпиливать медиваки. Танк очень много дэмэджа выдает сверху. Лимит Элайва уже больше. Бейлингов отфокусил. Королев пытается тоже фокуснуть. Блин, не хватило контроля Демилав. И я бы сказал даже хладнокровие. То есть после того, как он здесь отбился, нужно было стараться сразу отогнать Элайва. Отсюда у него не получилось. И в итоге Корейц все-таки продавливает. Хотя был близок к Демилаву. Ну, достойно так сражался. Был близок к тому, чтобы отбиться. А отбиться, как я уже сказал, в этой ситуации означало бы практически победу стопроцентную. Потому что отбиться имеется в виду прогнать. Нафиг Тирана отсюда, конечно. Почему бы это с начала победы? Потому что там нету базы третьей. Еще до сих пор. Только только ТЦА-то строится. И Туана строится. То есть благодаря тому, что Элайв здесь давит, получается. Он бы ее и так и так бы заказал, конечно. Но отбившись Зерк, получил бы свободу. Он бы выбежал лингами туда. К Тирану, возможно, даже третью отменил бы. Забегание можно было какие-то пытаться делать. Но, к сожалению, увидите, что происходит. Происходит ГГНчик, ребятки. Захожу в игру. Ну, понятно, с Дамилав тут, конечно, такой разговор у всех быстрый. Посмотрим, как Сус и Навайшн с ним еще сыграют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, ребят, вторую игру ждем. Гвардич, кто дропнуло, судя по всему. Гвардич, кто дропнуло, судя по всему. Так, здорово, твич, здорово всем, ребят, здорово, гудгейм. Ну, поехали. Ну, что же, 1-0. Лайф повел. Это ничего удивительного здесь нет, Дамилав. Я вообще не знаю, как он сюда отобрался. Видимо, в значительном количестве турниров участвовал. Проходил до каких-то стадий, и очков хватило. Я не знаю, как там финалы эти распределялись. Но с такими монстрами, как и Лайф, Су и Инновейшн, я думаю, Дамилав пока что делать нечего. Но игры все впереди. Между тремя корейцами еще будут игры. У нее есть сколько? Короче, 6 будет 3, как обычно в этой группе. Как и в других будет группа. И, между прочим, так, а между прочим, у нас завтра ведь тоже группа, да? Да, завтра тоже будет группа. Очень интересная. Солар Кингу Миху Намшар. Будем ее смотреть. Ну, и группа Д вообще не менее интересная. Но она 8 марта. Только, если там перенос какой-то через 2 недели только потом продолжение будет. После завтрашней группы. Ну, АИМ готовится просто уже. Вот он почти. Почти случился, ребята. Его нужно будет смотреть, конечно же. Здорово, Киелк. Здорово всем, пацаны. ЦЦ-щика поперла. Вторая. Ну, в общем-то, стандартный билд через Рипера. Ну, в этот раз Рипер-реактор факта. То есть, Газ ранее был, получается, здесь. И это будут Гелик и Банши. Наверное, не хочет вдруг Мариков играть. У нас почему-то сейчас и лайв. Почему я? Без понятия. Не хочет он играть, друг Мариков. Ну, в общем-то, не хочет он играть, другая, 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 другая. Ну, Рипер ничего не сделал. Вообще ничего не убил сейчас. Летал, летал, харасил, харасил. Никого не подстрелил. Даже никакого обглоданного линга одного не подрезал. Здесь строятся марики. По одному марику строятся из барака и гелики. О чем это говорит, ребята? Почему-то, правда, сапплай-блок был, а один только гелик вышел. Говорит о том, что хелбат-пуш будет, но он уже будет ослаблен тем, что один хелбат-гелион не подстроен был. И по каким-то непонятным причинам. Мариков четыре будет в дропе, судя по всему. В стиле хэппи, короче, с малым количеством мариков. Ранний хелбат-пуш такой. Идет здесь. Роуч Уоррен заказывает для милах. Тайминговый или тайминговый? Да, Роуч Уоррен. Овера ему сбивают. Это неприятно. Сапплай-блок сейчас будет на некоторое время. Даже не заказал этого овера под завязку, да, получается. И здесь два овера, это немного сапплая вверх дадут. 12. А-то еще три за... Вот три-то вот. Три-то уже еще сверху перебор был, конечно, как мне кажется. Но Роучи не успевают под хелбат-пуш подстроиться. Пять геликов едет вперед, плюс либератор Деми Лав видит сейчас, что хелбата трансформируется. Три королевы надо срочно Роучи запиливать. Где же Роучи в заказе? Нету Роучи в заказе. Вот пять сейчас заказывает Деми Лав. Но до того момента, как они выездят, здесь такое будет вообще жесть происходить. И Лаев просто приходит, начинает выжигать хелбатами. Королевы падают чуть на рабов уводиться. Я бы королев тоже уводил помаленьку. Рабочий вообще на дальнюю базу надо переводить. Куда-то Дронов и Лаев... Ой, точнее Деми Лав в бой вкинул сейчас. В это время хелбатами пытаются нажечь мейн. На мейне вроде как королева отогнала. Рабочие на второй базе гибнут. Все практически ровы еще все новое и новое. Входят Дронов-то направь обратно 15 минус рабов. Возвращаются хелбаты на мейн. Королевой фокуси, медивак не зафокусил. Ну, Деми Лав, королева сгорела. И хелбаты будут. Видите, как же бесит этого. Когда вот так вот ты не дофокусил. Мало того, что... Ладно бы хелбаты выжили там. Конечно, хорошо сфокусить до того, как дропаются еще эти юниты. Но хотя бы сфокусить медивак, чтобы не улетели хелбаты-то на халяву. А они еще улетели. 22 дронов на минус. Ну, в этой игре все понятно, как бы, ребята. Личинки крошатся. Так, заходят линги. Пока ру учи шли линги, все слились. Реводжера ходят на убы ради приличия. Подморфил, да ёппар, СТ. Вот он, Реводжер. Три циклона уже. Банша. Не-не-не, братан. ГГ это. ГГНчик. Замечательно, ребят. А что замечательного-то? Замечательно то, что далее у нас будет СУ против Лайва. Вот это, да? Это уже будет интересно. Что-то я не в Куреус. О чем, блин? А нет, ведь тоже Гудгейме есть тоже. Не сказывать ИВИ. Так. Кинь ссылку тогда её, Сулас, а то чё, блин? Рекламируешь? А куда мне её чё? Рекламируешь? А ссылки я не наблюдаю чё-то совсем. Рекламируешься. 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 Ладно, у меня есть тема. На Game Hard сейчас сам в комментариях посмотрю. А, у вас вижу. Спасибо. 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 Так, всё, добавил интерфейсы. Всё, прыгаю в игру, ребят Интерфейс уже Так, как там, что там по хот-кеям, короче Shift-L, shift-A Для армии, график доходов Отлично, короче, график доходов Это хорошо, потому что Когда рабы катаются Вот нужно прослеживать, насколько дэмэдж нанесён Там, например, не нанесён какой-то дэмэдж Дэмэдж нанесён Дэмэдж нанесён Дэмэдж нанесён Ну всё А, погодите Судай милав В общем, судай милав Решили судай милав Что за ВЗ сейчас будет, ребят Ну что же, ждём тогда А, здесь уже всё поменяли Отлично, короче, ребят Погнали Кому ставочки Интересно На какие ботики всё есть Привет, White Toxic Сейчас посмотрим Шифта, шифта И там, как бы График армии Да, вот они Есть, графики Отлично Хорошая интерфейс Спасибо, что сказал Сразу я поставил его себе Респект пацанам Которые делают геймхард Погнали Су против Элаева бьётся У нас Я даже всё переименовал Пильну рекламку, чтобы было Ребятки Су играет через мув С мэйна сейчас А, сквозь Су и лайв Су против Демилав Я же сам вам сказал Вот и доходы, ребятки У Демилав Они выше, чем у оппонента Его сейчас И почему? Потому что Потому что Здесь какое-то сгрызалити Идёт Хотя здесь тоже Пул с мум Получается У Демилав Вообще контракт К тому, что делает Су Но Здесь Беллинг Нест И Беллинг Баст будет А у Демилав Непонятно, что будет Привет, Мирдос У СНГ тащит Сложно сказать Но вообще Блай последнее время УК Аревчик Стрим врубает Тоже сразу Рейтинг СНГ Поднимается до небес Сразу же В топчике Становится Вот, а так Сложно сказать Прям крутого уровня Не так уж много Пошла Плёточка себе Плёточка пошла Ребятки Так, здесь Пуш идёт Два Беллинга готовы Линги новые Вперёд бегут Здесь Демилав Забегание делает Непонятно Здесь Су прибегает Плёточку пытается Отменить Он сейчас отменит Королеву А, у Королевы Блочек здесь получается Беллинга 2 Заходит Надо сваливать Дронами Сваливает Демилав Сейчас, но Дроны демеджены В хлам Три уже падает Сейчас Дронов Прибегает Чё, новые Линги На дронов брать С Королевам Помогать Берёт дронов Королевам Помогать Демилав Сейчас У него есть хата Если он отобьётся У него всё замечательно Здесь будет Десять собак Делается сейчас Ну, десять собак Я не знаю Поможет Поможет Должно помочь Четыре Беллинга Морфится У Демилав Беллингов Не Морфится Вообще Он на мэне Сейчас напиливается Он хату решил Отдавать Отдавать Нет смысла Он проигрывать Та будет Вообще А вот доходы Сразу в пользу Су Смотрите Да, как После атаки Измени Так, ребят Минус пять дронов В Демилав Пишет ГГ Я проморгал Этот момент Извиняюсь Пока Нововведением Короче Нововведением Интерфейса Пытался пользоваться Там армию Хотел посмотреть График армии Как она погибла График армии Да, что-то С Демилав Мягко говоря С Демилав Мягко говоря Ребята Игры Не долгие Какие-то проходят Демилав Мягко говоря Удивить Игры А Ребята Как она Присан Ребята Утимы Субтитры делал DimaTorzok Ну, хорошо, зато сейчас если DamiLav отыграет, то мы сразу уже топовые игры будем смотреть потом. Ну, наверное, сейчас DamiLav сыграет и другие начнут биться. Просто, наверное, не подошел еще, может быть, там. Хотя и лайф здесь был. Наверное, следующая свой лайф будет, получается. Местами поменяют. Так, здесь 6 собак вперед бегут. Безгазовый опенинг у DamiLav пул первый был, 6 собак заказан. Вообще, контракт, как бы, к тому, что Су делает. То есть, и газ здесь будет, и мув. Можно будет еще контр-пуш какой-нибудь провернуть. Главное, этих собачек отогнать. Собачек, безусловно, DamiLav отгонит. Здесь еще линги до королевы, получается. То есть, как бы, и по королеве-то будет отставать. DamiLav заказывает овера, вместо того, чтобы еще лингов подзаказать. Какого-то дронов-то столько много, е-мое. 6 собак прибежал, вон пачку такой дронов берет. Они же не добывают. Я теперь могу показывать доходы. Вот после того, как дронов сорвал, сразу доходы Су вверх пошли. Ребятки, потому что рабочие не работают сейчас. Они минералы не собирают. Где еще до заказ собак? Вот он до заказ собак еще идет. Уходит Су своими собак. Все, надо дронов на минералы посылать. Что это DamiLav бегает туда-сюда? Вон, смотрите, у Су, как доход вперед вырвался сейчас. Сейчас он сравняется, как только добыча эта начнется. И даже DamiLav выйдет в плюс, безусловно, потому что у него рабов-то побольше здесь. Вот. Видите, вниз сразу график попер. Прикольно, что сделали такую тему. По армии там ровно более-менее размениваются. Так, пытается Су ковырять. Но заковырять не заковырять. Здесь нормально Су DamiLav. Газ DamiLav как-то поздно начал добывать. Доходы чуть в пользу DamiLav сейчас стали. Но в итоге дозаказывает. Несу рабочих. Вы видите, какой великолепный у корейца макро. То есть он просто успевает из такого билда выйти, в принципе, в плюс. Даже здесь, как бы, ну не в плюс, в ровень. Хотя, по идее, должен был отставать жестко. Просто DamiLav слишком странно отбивал, слишком много рабов взял. Слишком поздно лингов-то заказал, там, как бы, получается. Сейчас еще Су овера будет сбивать. DamiLav все равно немножечко в плюс сейчас по экономике нам показывают. Так, запись GSL. Погодите, а может, запись GSL даже не выкладывал, кстати говоря. Надо выложить их будет. Я что-то не уверен, есть там записи GSL или нет вообще. Так, завтра сейчас выложу чуть попозже вчерашней записи. Всем привет, ребят. На Твиче везде нас 400 тел уже накопилось. Вместе со мной, конечно. Ну, пока что, ребятки, DamiLav-то интереснее у него все. У него плюс один раньше, у него плеер чуть раньше. Дронов он строит побольше, то есть доход у него, хотя нет, что-то в пользу Су доход вообще. Сейчас должен измениться в пользу DamiLav. Опять же, у него рабочих больше было. Крич, туда-сюда графики колеблются в этой игре, видите сами. Самая жесть у Су была, когда вот этот график, это когда рабочие катались, отбивались. Так, что-то свобит и пеленгует. Так, что-то свобит. Ну что, ребят. Копятся, копятся раучи там и там. Здорово всем на всех плеерах. Парабам вообще все рауна. Почему добыча все время на стороне Су, хотя вроде DamiLav зачастую и парабам даже впереди. Видимо, Су раз пораньше добавляет, потому что в графике так это выражается. Плюс два DamiLav заказал, а СУ с двух эволюшенов лепит уже грейды. По лимиту вперед вырывается. У армии немножечко впереди. Вот график армии очень жестко вверх пошел сейчас. Потому что начали масить раучи сейчас в гигантских количествах. Вот. Ничего себе. DamiLav-то перемашивает Су. DamiLav очень достойно, кстати, отыгрывает. Смотрю, блин, молодец. Смотрю, блин. Ну что же, DamiLav тут что-то камни шатает в центре. Что, он собрался ломиться? Не, ну тайминг плюс два использовать это хорошее дело, конечно, для DamiLav сейчас было бы. Вот. Но тут бы реведжеров подморфить не мешало несколько штучек. Вот DamiLav идет вперед. Надо камни идти пробивать обязательно. Сейчас. Зергу из Индии обязательно. Роучи. Ой, зачем он столько оверов заказывает? Смотрите, по-боевому на пятнах уже просел. А оверов там штампует до 200. Зачем тебе до 200-то, если ты по-боевому проседаешь лимиту? Ёма. Отфаерболить пытается сейчас оверсира DamiLav, Су. Отфаерболит. Ну где фаерболы-то? Всё, кончили. Плюс два готово. Заходит DamiLav вперед. Фаерболами кидает Су. Надо плюс два, да, пытаться использовать здесь. Пока у Су нет плюс два, очень хороший шанс у DamiLav подраться неплохо. Су сам идёт, вперёд ломится. А ведь DamiLav фаерболит его неплохо. И в пелемите, в плюсе, чего уходит-то? Плюс два есть. В демедженных роуч и в реведжеров, конечно, идти давить, давить, давить. И ещё раз давить. Оверсиром Су вернулся, зато роучи Су его сбил. Так, что лучше, вторая атака или один-один? Это я не знаю, в какой тысячный раз буду объяснять. Обратите внимание, сколько демеджей сейчас у роучи? 18, вот доделывается плюс два роуч Су. Поуправляю на стрелочке камера, я пока что... Су идёт вперёд. И сколько стало? 20! А сколько броня даёт? Единицу. 20 отнимаем, от 20 отнимаем 18, получаем двоечку. Конечно же, одна атака, это как две брони получается для роучи реведжеров. Почему? Потому что у них демеджа даётся по два. То есть, есть юниты, которым атака значительно выгоднее. Например, те же танки осадные, у них вообще пять даётся в Сидже, да, демеджи, как бы, за грейд. И это очень выгодно, естественно. Демилав побеждает Су, гонит его вперёд, ничего себе даёт вообще. Демилав, я выражаю респект просто, а Су сегодня... Не, ну он всё чётко тоже делает, но... Демилав молодец. Так что, ребята, для роучи реведжеров атака значительно важнее. Не значит, что армор не нужно делать. Армор нужен всегда тоже. Так, 179-166 лимита. Вот пошла броня у Демилав, а у Су уже... Ничего себе, а ГАСУ успел, я вообще не заметил. Сейчас грейды у Су лучше. Демилав побольше лимита, оба четвёртую занимают. Сейчас овера минусуют. Су Демилав, у Демилав 200 фактически лимита. В армии вообще всё ровно идёт, битва. По доходам Демилав щупочку в плюсе. Су там щит оверов по фаерболю надо добавить ещё. Сейчас ещё одного фаерболь нет овера. А Демилав бегает, как с этим, корейцем. Понимает, что сейчас нету никакой движухи. Войны нет. И использует это время на то, чтобы хоть в чём-то преимущество получать. А Демилав бегает, вот овер офисит. Вот овер, далее там два овера. Он этого не делает. Вот, пожалуйста, вот в этом... В этом плане Су уже побеждает вообще. Что-то музыка кончилась. Я аж испугался, думаю, звуку что ли, нет. Пошла атака опять же. У Су есть уроня, у Демилав нет. Су сейчас фаербол словил хорошо так. Прям Демилав идёт мимо фаербола вперёд. Уворачивается очень неплохо. Но достойное такое противостояние получается. И Демилав очень достойно бьётся против такого неслабого оппонента. Су реведжеров добавляет просто гигантское количество. То есть он демиджи на хроуч и всех морфит сейчас. В реведжеров получается. Демилав это в свою очередь не делает. Нужно быть поэтому аккуратнее. Ему на фаерболах не отдаваться ни в коем случае. Ой, как за фаерболы зашли сейчас со стороны Су там Демилав юнитов. Нужно отойти назад немножко. Очень просто краснёщая всего Демилав. Куда ж он так врывается-то нагло? Типа сейчас он зайдёт и пробреет. Да нет, не получится ему так прям зайти. И в лёгкую пробреть. Су зажимает Демилав. Вот занял позицию в итоге грамотную ГГ. Пишет Демилав. Вот прикиньте, какая ровная игра. Кореец просто увереннее бьётся. И всё в основной битве. Вот тебе и поражение. Вот так. Вот так. Вот так. Ну что же. Ждём следующую игру. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что же, ребят, кто дальше у нас будет биться? Я не знаю. Сейчас переименуем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну что, ребят. Здесь есть... Так, Innovation здесь есть точно. Чё-то Элайва пока не видно. Элайв куда-то чё-то другой ушёл играть. Я вот что-то его лично не вижу. Где здесь кин? Ну, кин в другой вообще, группе совершенно играет. Так, сейчас, кстати, я пока паузу тогда. Посмотрю, что там вчерашний GSL-щик. 22-го числа вчера было. А, у меня только одна записи есть за 22-е. Так, кто-то там играл-то? Су против Ти-Вай. И статс против инновейшена. Ну так, вот, о-о-о. Да-да-да. Ти-вай. сейчас проверю оно ли это да оно это да да так пошел инвайт gsl просьба приусануть су против илаева отлично а и переименовывать не надо все правильно су против илаева сейчас название верное абсолютно получается у нас 700 на него 700 рублей что надо куда-то на илаева поставил что ли 700 не знаю как по мне так суть здесь фаворит не знаю посмотрим 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 я вот Адлоки пилю или колонку иногда подписываться на премиум. По реквизиту постоянно через плеер. Также поддерживайте. Реквизиты под плеерами под всеми есть. Снизу. Громадное всем спасибо. PayPal вернули в поддержку, кстати говоря, на ГГ. Это очень радует. Потому что многие спрашивали. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, что в ГСЛ 10 плюсиков есть. Отлично, спасибо всем. Ну что, лайф-су, ребят, начинается самый сок, как говорится. Дэми Лаф это тоже все интересно, достойное ЗВЗ-су показал. Но пришли мы посмотреть в первую очередь я на Корейцев. Хотя лайф может су зашатать с другой стороны, я тоже вспоминаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok или даже газ-барак был. Газ-барак, Reaper. Получается, СС-шика, выход в факту, лайва-билд здесь играется. Ну вот, а кто там всю голосовал, кто пилит? Я лично закрасил его игру. Пул без газовой усу сейчас, смотрите. И ставит он сверх раннюю третью базу, а как он риперов? А, ну то есть один рипер, ну ладно, один-то рипер это фигня. Но опасно же ведь все равно. Так, добавляется газ, здесь будет реактор. После реактора депошечку нужно ставить уже. Куда там поехал Илай? На краешек, депошечка на краешке ставится от передрофов. Цеха подстраивается, посмотрите, прибегает. Так, попытка дрона забрать оканчивается безрезультатно. Повезло ему, на одном хп выжил. Вот, этот дрон. Рипер возвращается, нужно собак ловить. КСМ-ка пытается... Одна потеряна уже, вот на ЦЦ-чечке. КСМ-ку пытается вторую спать. Ну, а рипера ждать вообще, вот он, рипер прилетает. Так. 12-0 пользуя Илайву в ладере. Мне пофиг, что там в ладере. Но очевидно, что Су здесь посильнее смотрится, чем Илайв в плане оппонента. Так. В ладере всякое может быть. Ну, посмотрим сейчас расклад, что будет в этой игре. Просто вот и всё. Вперёд не надо забегать. Третья база здесь уже Усу готова, получается. И пока нету газовых вообще никаких технологий у него. Ну, я не знаю, Роуч Ворон это будет или поздний такой мув Усу. Ну, видимо, такой поздний мув будет. Криптумор 1 ставится в направлении третьей базы. Один здесь соединить хочет, видимо, мейн со второй крипом. Можно вот сюда пульнуть криптумор. Он тогда до мейна дотя... А, вообще назад пуляет криптумор Су. Ну, правильно. Почему? Здесь есть вне вижена пространство. Вот так вот можно огородить как бы криптумором весь мейн. И будет вижен для от дропов и от всего-всего-всего. Это будет хороший момент. Крипом мейн со второй соединяется. Вторая с третьей соединяется. Замещательно. Здесь тоже криптумор. Смотрите, сразу кое-крипополя единое такое стало. А теперь этот сюда, этот сюда. Просто этот можно сюда, а потом вниз к его пульнуть. Например, если здесь не хочет слоу вносить. Слэйр пошел, мув делается, строится спокойно дроны. 70-45 что-то по лимиту. Элайф играет вообще вроде в геликов, но так не агрессивно, что Су там просто на 20 с лишним рабочих плюс. И это же жесть на такой стадии. Посмотрите, лимиты общие. Если тиран ничего не сделает, у ЗРК вообще все великолепно будет. Собаки пока что без мува. Но здесь королев достаточно, чтобы геликов отогнать. Бу-3, Бу-5 здесь всегда написано. Но в групповой стадии нету Бу-5 здесь. Здесь все Бу-3. Два эволюшена. Четвертая хатка, чтобы почему-то один пока работает. Может, не решил сущку играть, заказывать. Да нет, уже должен был решить. Роуч пошли, кстати, грямув роуч. Имеет смысл тогда ранжовую первую атаку делать. Можно и через милишный стиль играть, в стиле нерча. Милишное делаем, а сами роучеры реводжеров делаем. До средней стадии, а потом выход в ультру идет. Например, либо переход в муталингов через несколько роучер. Здесь, похоже, в принципе, роучеры и реводжеры будут. Но, судя по всему, Супрос забыл заказать атаку. Это очень важно делать атаку этим юнитам. Как я уже объяснил, не только в ЗВЗ. Два-то дэмэджа по всем юнитам и в ЗВЗ. В любом матчапе дается. Так, здесь линги пробегают. Один линк не подблочил ЦС. Надо было подблочить посадку здесь, как мне показалось. Ну, это жесткий втык. Нафиг, почему не делает СУ? Не понимаю, грейд-то на атаку. 100-100 потратит. Так, реводжеры попели. Вот он потратил сейчас ресурсы. Приходит СУ. Но халяву просто. Три елика рипера забирает. Что за ошибки глупые вообще? Так, реводжеры что-то затанковали. Сейчас это было не очень. Линги подбегают сзади. Марики все еще без щитов. И лайв загружается. Кривовато, как-то танков вообще нет. Так это 1-0 в пользу СУ, ребят. Фаерболит. Минку зерк сейчас. Минка падает. Грейдики здесь делаются. Выходим. Как файлэк там пошел-то вообще. Хой, ничего, селайк лишь. Тут эти моряки всю эту гапшу завалят. Нет, они не завалят эту гапшу. Еще фаербол на минку. Минки не перекапываются. Фаерболы падают стабильно. Еще два реводжера делаются. Из допов роучей. Роучи подстраиваются, подстраиваются. 2-2, говорит СУ, не будет у тебя, дружок. Не даже не пытайся 2-2 здесь доделать. Пошли, пошла атака далее. Минка здесь есть. Минка копается. Г-г-г, пишите лайф, 1-0 СУ. Посмотрите, вообще какое-то унижение. Кого там вон 12-0 уладаешь, а того вообще не пойму. Но это еще не вечер, конечно, на самом деле. Ветро. Ветро. Продолжение следует... 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 В бич Реальная лайф как бич Сейчас играть Ну Мариков отвел бы хоть 4 штуки в бункер 2 успел отвести Что он делает вообще? Что он делает? Это 2-0, ребятки Это просто унизил Су Элайва В который кто-то говорил 12-0 Где-то там шатал Су Я не знаю, где там он шатал Но увидите результат в итоге Сегодня борьба-то будет Сегодня без борьбы пока проходит Линги забегают, да пошка не закрывается В Мариков прям Су врывается Это жесть, это катастрофа Это 2-0, как я уже до этого и сказал Какой следующий матч Я не знаю, ждем Но еще у нас будет Из невероятно интересных матчей Это Элайв Корейцев Элайв и Новейшн И Новейшн против Су И Новейшн я уверен Явно получше сыграет Элайв Вот тем самым Элайв себе Шансы на выход из группы Минимизировал 0-2 отлетев без шансов Хотя даже если с шансами Но 0-2 отлетаешь по этой системе То выйти из группы тяжело Нужно брать карты Вот так вот Вот так вот Так, ну что же, ждем, ждем. Не знаю, кто следующий, еще и Дэми Лавс и Нолейшн должен сыграть в игру. Дэми Лавс и Нолейшн. Так, какой Инновайшн Су-то еще? Не факт, что Инновайшн Су будет играть, ребят. Так, какой Инновайшн. 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 Так. Так, все. Дальше все по расписанию будет. Да, Су против Инновайшн сейчас. Добавляю все. Инновайшн. Хотя Су уверенно выступает вообще. Я прыгаю в игру. Так, какой Инновайшн. Так, какой Инновайшн. Так. 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 Продолжение следует... 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 Вот она. Крупная рыбёха здесь плавает. Здесь овер залетает, как вы видите. Два дрончика ещё минус. Банша прилетает. А, на третью на переводе рабочих словила два. И улетает. Сейчас в это время я пока рыбу рассматривал, но всё это происходит. Так, нет, кроме Ларди Викли сегодня в турнирах не намечается. Вечером, конечно, есть двух войска. Есть нерч против Ютермала, шоу-матч там. Но я пока что, наверное, не буду, наверное, скорее всего, вечером стримить. Я либо поеду к Печорой к дочке с женой, либо с пацанами посижу, пока не решил. Но если сегодня посижу, то поеду завтра точно. Ну, что-то мне как-то пока не особо сидеть хочется тоже. Так что буду смотреть по обстоятельствам. Так, СС-шечка третья перелетает. Так, минус линк, минус чейнджинг. Третью начинает инновейшн добывать. Интересное, вот эпошечка положение здесь. Вот такая стенка будет, что именно хочет инновейшн сделать, я не знаю. Некоторые вот здесь вообще стенки делают. Ну, так, да, пошла стеночка. Типа стеночка здесь у нас. Один на один. Су играет свой любимый рейнджовый, вообще, рейнджовый микс. У инновейшн доделывается тем временем щиты. В это время две банши прилетают. В очередной раз выпиливают дронов. Попытка выпилить идет. Реводжера не надо так под пуркой драться. Три дрона убил. Реводжера не убил сейчас инновейшн. Но банши это лимит, от которого фактически сейчас нужно избавляться. Почему? Потому что они уже не так сильны на этой стадии, а четыре лимита занимают. Но в любом случае они сильнее четырех мариков. Две банши. То есть, в принципе, можно их просто с армии брать, а не дэмодж. Нормально будет наносить. Ну, это заяц геликов не очень эффективен оказался в это время. Дропщик залетает на мейн. Щиты доделывают свою инновейшн. Очень неплохо. Он здесь все крошит. Пришли инфесторы пришли. Пока они без энергии. Вот сейчас энергия только-только накопится. Ну и на вейшн улетел. И на вейшн понял, что делает СУ прекрасно. То, что здесь инфесторы есть. То, что это рейнджовый микс он прекрасно понял. Нужно улететь, вычинить медиваки. Желательно, иначе вот этот, например, от одного микоза погибнет. Даже фаербола не нужно кидать. А ведь, когда микоз заходит по биллу, зачастую медиваки в микоз попадают. Посмотрите, добычу просто. Мулов 6 штук добывает на 3 базе. Добыча 4К у инновейшна. Просто смотрите. Опа. Колебание идет. То есть, то СУ впереди, то тиран выкидывает мулов. И просто попер вперед вообще по жести. Добывать там. Грейтер спайр делает сейчас СУ. 142-175 тем не менее по лимиту. И инновейшн понимает, что ждать-то здесь ему нечего. Ему нужно идти и выпиливать зерга, иначе как бы он со своими брудами расковыряет ему кабину просто в ближайшее время. Приходят три танка. Три танка простреливают уже. Подходы, получается, к рампе. Нужно дропаться наверх частью марек и мародеров. Здесь есть так. До эволюшна достает часть юнитов. В это время инновейшн на четвертую заходит группой своих юнитов. 2-2 сейчас будет готова там и там. Успеет отменить? 2 секунды. Нет, не успевает. Грейты 2-2 доделываются. И инновейшн берет юнитов назад. Отвращается, но 200 в 160 никто не отменял преимущество этого. Фаербулы ложатся мимо. Брудов пока что нет. И, судя по всему, и не бой здесь брудов. Надо отдалить, я так полагаю, даже поле боя. Здесь все добывается. Но инновейшн давит именно вторую базу сейчас. Танчики сиджатся прямо под камнями. Инновейшн заходит на хайграунд. Инфестора есть. Энергия достаточно много, но это не спасает Су сейчас. Короче, замес пошел, и инновейшн продавливают. 170 на 120 по лимиту сейчас, ребят. Танчики нормально, 6 там дэмэджа вносят. Сразу к грудам проходит инновейшн. На прием с корабля на бал, блин. Марики. Точнее, с корабля на бал пропали груды, но на этом бале пьяные морпехи бьют им. Точнее, даже обкул эту кабинку. Их, и они не совсем не рады оказались этому. 1-0 инновейшн. Продолжение следует... 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 Сейчас на мейн передрог, но с овера точно подвреет, здесь мог бы подврить инновейшн, сейчас это овер, ё-моё, как суровучи-то отконтролил, я чуть не понял. Попокусил несколько роучей инновейшн, чуть не потерял медивак сейчас красный, ну с умасяться очень активно и по лимиту плюс уже какая-то тайминговая атака будет. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Так, 115-150 в лимиту. Начинается прессинг. И, кажется, су давит инновейшн, пока тут дегенерат-то бы филил какого-то. Пропустил момент выхода су, но бой мы не пропускаем, ребят, даже 2-2 зерк сейчас не делает. Нет, теоретически, если инновейшн сверху отобьётся, доживёт до 2-2, у него ещё есть шансы, но вообще они минимальные сейчас. СС-чика возвращается, мулов очень много можно, мулы повыкидывать сейчас. Но надо делать как можно больше танков и делать... ... 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 Фаербулы по танкам заходят сейчас, новые и новые, но реводжер это мягенький, и на био дается 140 на 98, и на вейшн от фаербулов старается увернуться, и увернулся, ведь это он от многих фаербулов, здесь по медивакам заходит, как по медивакам-то он, цецеху орден Дарсона законтролился, ну конечно тут законтролишься против такого микса, ну и без третьей цецехи преимущества больше нету, к сожалению, у инновейшна никакого, и тут учитывая четвертую, вот если бы сейчас он третью цецеху не отдал, 2-2-то дождался, все дождался, гг, потому что инновейшн выкинул мулов, без третьей цехи никак, даже с третьей-то тяжело бы было здесь, но 1-1, мы увидим больше таких игр великолепных уровней хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Так, пошел инвайт, я проморгал здесь инвайт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали, ребят 1-1 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карта у нас третья решающая Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребят, 600 у нас человек, суммарно Твич и гудгейм Опа Пул первый здесь Пул хата А я уж подумал, не максимально ли быстро хроучи играют Здесь су нет, все-таки не такую тему Он играет И слава богу Так, снайпер, каких офицеров я не знаю вообще Причем тут три майкера Какое он отношение имеет к нашему, собственно говоря, турику А ксм-ка едет вперед И если, понимаете, сейчас если рипер вперед не полетит Будет печальная история Почему? Потому что роуч ворон-то инновейшн не заметит вообще А если инновейшн не заметит роуч ворон Ему будет очень тяжело отбиться от роуч и реводжеров Так, собаки вперед побежали Спалил ли их инновейшн, я не знаю Он заезжает прямо на мейн в наглую И сейчас роуч ворон будет спален Это просто великолепно для тиранов Вот если то, ты чего, ё-моё Инновейшн тормозила ты Ну чё ты, блин, не заехал-то Роучи поперли Как можно было миллиметр не доехать сюда Инновейшн подумал, что это муф А здесь уже роучи вовсю штампуются Если факта полетит на реактор То это просто фейл будет Если же... И прикиньте, вот просто Просто элементарная разведка, ребят Факта летит на реактор Здесь гелики Это провал А если бы факта прилетела на реактор И были бы заказаны циклоны, например То это ГГ авто получается Зергу А можно было даже не лететь Одного циклона и два марика заказать Рипер летит вперёд А роучи-то уже попёрли Ё-моё Какой фейл Похоже на 2-1 в пользу Вообще Ну вот, пожалуйста Ну и чё эти циклоны... Чё вот эти гелионы здесь? И продолжают строить Закажи ты циклонов Что за тормозная тема-то идёт Геликами харасит реводжера Инновейшн Два ксм уже минус Рипер прилетел назад Кинул гранат Куручи его сейчас заберут Пытается инновейшн тем временем выпилить Толба этого... Простите, конечно же Реводжера пытается выпилить Здесь первый мародёр строит А мог просто рабочим Проехать дальше Всё это увидеть И вообще без напряга бы всё это отбить Ну что за чушь вообще происходит Там лэйр пошёл Сейчас ещё нидус можно запилить будет В лёгкую просто Так, проезжают Делитесь здесь Четыре дрона минус Пять дронов минус Тринадцать дрончиков минус Хороший ответ от инновейшн сейчас был Тринадцать дронов Приехали гелик и выпилили Но Нидус попёр А инновейшн видел этот нидус вообще? Нет, он не видит нидус И нидус будет скрытно впилен сейчас Может быть танк, конечно, успеет подстроиться Но я что-то очень сильно сомневаюсь Хотя танк заказан Устроится в тридцать две секунды До нидуса ещё шестнадцать И время нужно Пока он проявляться будет Некоторое Циклон здесь на патруле Ченджлинга не спалил Сейчас Расслабляет внимание Инновейшн Сейчас суну Стим доделается Через пару секунд И баньша будет готова Через пару секунд Также Нидус заказан Он вне вижена вообще сейчас Баньша пролетает Вот он нидус Надо сразу всё сюда подтягивать И рабочих в том числе Не успевает этого сделать Инновейшн Танчик готов Танчик сиджить надо Сиджится танчик Рабочие выводятся Циклон есть Циклон Наваливает Дэмэджи Баньша безинвизная Сейчас Роучи падают Часть Циклон Плюс марики Плюс мародёр Неплохо бьются Есть же стим Чё Инновейшн Не стимится вообще Чё он творит Не понимаю Как-то фейловый Инновейшн Дерётся Честно Ещё один танк Делается сейчас Попытка выпилить Идёт Трансьюз По Анидусу Проходит Надо рабочих Больше подводить сюда Выманивает На танчике Сейчас Инновейшн Юнитов Оппонента Своего Зерга Ну вот На стиме Сейчас врывается Мародёр Один плюс один Марик Нужно отступить Назад Немножко Мародёром Выманивает Залпы Под танки Выманивает Роучи Сейчас Роучи С королевом Пытаются Под танки Влезть 3.41 на 59 По лимиту Инновейшн Здесь отбивается 100% Причём отбивается Но А ну Зерга рабов Много осталось Супсурок Пишет ГГ Понимает А почему ГГ спешил Мне кажется Много осталось А как Много стриuais Причём отбиваться Короче, всем по предупреждению, ребят, Innovation Live дальше у нас по расписанию, вот. Пока Innovation всех убивает, кого встречает на пути, но он только с одним вообще игроком сыграл, пока это был су. Продолжение следует... 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 Это пушечка на мене, пацаны. Циклончик в факторочке строится. Второй у Элайва. У Инновейшна что? Инновейшна уже два циклона. Викинг строится. Здесь викинг будет? Нет, здесь второй ревен. Викинг сначала, потом, видимо, викинг. Ревен на патруле. Он ждет ревена, я так понимаю, чужого. Что он еще может ждать? Вот викинг сюда подлетает. После викинга ревен заказан у Инновейшна. То есть здесь на перспективе у Элайва выгоднее. И какой момент? У него ревен больше энергии скопит. Второй получается. Но это незначительное преимущество. Но тем не менее, это преимущество. Плюс два марика идут у Инновейшна вперед. Что если он такой пушек здесь затеял? Хитрый. Хитрецкий прям. Здесь ревен залетает плюс викинг. Видит прекрасно, Элайв здесь происходит. Но Элайв тем самым освобождает здесь Инновейшну пространство для пуша. Выманивает автотурель в итоге. Одну энергии меньше становится у ревенов в итоге. Так, автотурель сейчас кончится. Нужно врываться на ХГ. Автотурель будет ставить Инновейшн. Ставит одну, ставит вторую. Как криво поставил-то далеко. Они вообще ничего не кроют вообще здесь. Надо сваливать домой, иначе все потеряет. Просто, я знаю, что он это понимает и сваливает моментально. Так, чем золото эффективнее? Это вопрос, чем золото эффективнее или нет? Я не понимаю смысл вопроса. Золото эффективнее тем, что там 7 минералов за раз рабочий приносит, а не 5. То есть оно быстрее добывается меньшим количеством рабочих. Так, рипера Инновейшн тут подрезал, и Лайф собирается, какой-то пуш про... Ой-ой-ой, у него 2 ревена, викинг и 4 циклона, но здесь 2 танка есть! Танки бомбят! Бах, Патриарх! Так, жестко бомбят танки. 2 ревена есть у Инновейшна, он контр-автотурельки тоже ставит. Ну здесь, ё-моё, какое количество автотурелей, дичайшая вылайва. Ну все они сейчас кончатся, а у Инновейшна еще, между прочим, автотурелька есть. Мариков покрошил, отогнал сейчас Инновейшн Су. По лимиту даже, в принципе, в плюсе после этого урыва остался. Блин, прикольная у них, конечно. Зарубы у Инновейшна Су идут на таком уровне в ТВТ. Аккуратнее надо быть. Рипера можно покрошить. Мариков, после игры, дэмэджи, наверное. Марики сейчас сами рипера закрошат за наглость. Вот здесь надо сесть, подрезать. То есть 9 хп, циклон подрезал в итоге рипера. Элайвовский циклон. У Элайва плюс 2 барака, у Элайва 2 базовое, получается. Развитие идет. Здесь тоже самое. Плюс бараки пошли. Экстра сопла не стесняется кидать Инновейшн при завтыке. С ДПУхой. Почему? Потому что нужно производить, иначе полиомет у проседания будет вообще серьезное. Два реактора у Инновейшна. А здесь что? Здесь пока без реактора. В общем, Марики, что-то строится. Два построится. На реактор все равно ставить. Странно, что, кстати, Элайв именно здесь бараки поставил. Здесь, например, место было. То есть отсюда танки, если придут, выбьют бараки к чертям. Не знаю. Но это уже, конечно, может случиться, а может и не случиться. Всегда об этом говорил. Но чтобы это предотвратить просто в корне вероятность даже какую-либо этого, нужно здание ставить покомпактнее на мэйне. Ну, получается. Минус два циклона ловит Инновейшн здесь Элайвовских. Успеет, правда, пробрить или нет? Конечно, несу. Суть здесь нету, это я оговорился. Ге-ге, пишет Элайв. Почему? Здесь циклона поймана, а здесь дропчик был принят. Я только что сейчас заметил. Какие ошибки нелепые вообще. Проморгал я момент дропа, пока смотрел за циклонами. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ждем следующую игру. Пока Инновейшн нагибает, конечно, всех. Как он статсу на GSO проиграл? Я хз даже. Ну, статс не промах. Бросс он всегда ушатал в онлайне. Вот. Ну. Музыка. Продолжение следует... 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 Так, здесь плюс два барака Реактор на них ставит Свой новейш на бараке сразу на реакторах У него в этом плане билд более Грамотно как-то проходит и у него Раньше продакшн мариков начнется Пока, то есть, все лайф-реакторы Строят Танчики добавляются Плюс один делает и новейш на Лайф не делает в инженерке ничего Сейчас У него вообще есть инженерка? Инженерка у него есть, а почему он ничего не делает Не знаю Газа не хватало в какой-то момент Ну, вот-то плюс один заказывается с небольшим запозданием Сейчас Танк си-джи под сцехой И здесь танк си-джи под сцехой Короче, все перекрывают Просто, ну, от всяких дропов И ждут армии, с которой будет сделан выход Это оба просто, вот все, что происходит сейчас Инновейшн тут Марик чуть по центру решил погулять Можно и лайву Марика подрезать, особенно если плюс один доделается, тогда Марик один на один будет побеждать, получается, инновейшн Сканет и лайв видит, что происходит Тут тоже продакшен нарастает сейчас Группа Мариков отходит, интересно, тут к третьей базе, вероятно Тут нет никакой базы вообще Что-то туда-сюда Марики бегают Убил инновейшн Марика и лайвовского сейчас И лайв тут бегает ревенами, как я вижу Ой, авто турели пошли нас валивать сейчас как можно быстрее И на вычину на развороте будет принимать Почти фокуснул ревена, но опять же, это почти Значит, что не фокуснул Ревен жив, будет вычинена Энергия у него просто немерена В общем-то, размен этот невыгодный абсолютно был для инновейшн Он потерял два медивака Да и Мариков больше потерял Ну, хоть что-то убило, то хорошо По лимиту до сих пор в плюсе инновейшн Вот выход пошел сейчас с его стороны Нужно позицию успеть занять Не знаю, будет инновейшн камни пробивать Нет, он вообще идет вокруг Через 9 часов проходит через кустики Ревен и на мейн сейчас залетят Возможно, да, наставлены будут акту турельки Так, Элайв тоже какой-то подорвался Щиты там и там есть Все есть у всех Сканит инновейшн Видит, что происходит Элайв видит, где скан сейчас с оппонента Его находится А, это инновейшн Два прям скана кинул Ничего себе Марик и стимится Инновейшн на третьей базе Элайва находится И Элайв, между прочим, играет Без третьей цехи А инновейшн третью-то добавил Я это даже не заметил Когда, то есть Инновейшн и лимита Больше имеет и третью цеху Это вообще Печаль, конечно, для Элайва Так, у Элайва больше викингов И два либератора есть То есть он Позиционно он Будет побеждать Инновейшн Если тот сейчас именно Драться будет Вот прирост выходит С приростом-то уже Все нормально будет Инновейшн Так, может быть Он думдроп хочет сделать Сейчас, я не знаю Марик подрезал В центре здесь движуха идет И Элайв выдвигается Вперед Передробщики А, здесь все еще Прикрыто у Элайва Что самое главное Сканит Элайв Видит, где Инновейшн Стоит армия Небольшая Так, здесь ревены Прилетают Автотурелей Просто миллион у них Восемь, если быть точным Автотурелей Им ибо танки фокусить И не с рабочими драться 18 КСМ Уже уничтожает Инновейшн и Лайву Марики заходят В это время Элайв обходит сверху Да, у него тут Боевой лимит есть Но Инновейшн Его уже убил базу Вторую Пока Элайв Только-только пришел И он третью ЦЦ Дерет Какая третья ЦЦ Это тебе надо убивать Идти А ты третью ЦЦ Подрезаешь Ну что за бред Инновейшн уже скопил Здесь просто немерено Юнитов Передроб на мэн идет Элайв криво Передроб делает Ну это минус Элайв Ребятки Это печально Для Элайва То, что сейчас происходит Так, здесь Марики на вторую Пришли Начали расковыривать Марики Все Инновейшн с КСМ При этом Все отбивается Ну да Здесь есть Либераторы А толку Мариков не насталось Вообще У Элайва Инновейшн убил Все глупое Какое-то забегание Там было Еще Еще автотурельки Ставятся Инновейшн уступает Назад Добивает Все На второй базе У Инновейшн Осталось ЦЦ В отличие От Элайва У него ЦЦ Нет И лимита Боевого Больше Всего Короче Игря Больше Элайв продолжает Прессовать С Ревенами И четырьмя Танчиками Но без Био Это печально Все выглядит Конечно Так Надо Простимиться С двух сторон Выйти Просто Мариками С КСН Что Инновейшн И делает 101 на 70 По лимиту Это 2.0 Это минус Элайв Ребятки Хорош Инновейшн Очень силен Ну Инновейшн Дэми Лав Остается Кстати Экспрессик Зайдет Мой Фановый Если Выиграет Инновейшн То есть Вероятность 99% Остается Так Так. Ну, на вашей шандеме лах. Мы ждем сейчас, пацаны. Скоро все начнется. Скоро все начнется. Так, ребят, погодите, звонок мне идет. Сейчас трубку возьму. Скоро все начнется. 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 Так, ребят, всё, я здесь. Рекламку пилю, ребят, поэтому просьба громадные блоки отключать, подписывайтесь на премиум, ну и поддерживайте, конечно, меня и мой канал, и квид в описании, либо через плеер. Innovation против Demi Love, будет ли здесь избиение или будет здесь сопротивление, мы сейчас узнаем. Продолжение следует... 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 Так, ну, 17-я хата, газ пул у нас у Демилав. Инновейшн, газ, барак, рипер, цецеха играет билд. Сейчас заказана будет цецеха, рипер достроится, будет заказана фактана, видимо, и под нее реактор. Может быть, будет лишь второй барак передроп. Но насчет, думаю, что не будет второго барака. Да, вот факторочка имеет место быть. Кого-то дропает. Кого дропает? Демилав дропает. Неприятный момент, что игрока дропает. Так, секундочку. Ну что ж, ждем, ребятки, ждем. Сейчас я вернусь через секунду. Пока. Хотя никуда я вернусь. Ждем его продолжения. Вот, не знаю я, короче, что здесь получится. Дропнула Демилав, ребят. Ну, ждем, пока вернется он. Что тут говорить? Сейчас я быстренько тут кое-что подкушаю и вернусь к вам. Так, спасибо. 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 Как. Спасибо. Так, ребят, ждем мы, в общем-то, пока придет сюда Dewmy Love. меня тут мороженка не и нужно кушать вот ничего не случилось что-то дроп надо милов не знаю что с ним ждем короче ребят ждем и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Надо поменять будет. Чтобы в следующий раз такого не было... Прилетел рипер, покрошил собачку одну сейчас. Мне что нравится на стандартном интерфейсе, так это то, что показывается. Все касты, скиллы, взрывчатка, кд-8. А кд-7 надо было писать, кулдаун 7 секунд, потому что... Так, туда-сюда рипер прыгает. В короле все это показывается. Крабики. Лицо показывается юнитов. Пусть не лицо, а картиночка. Ну ладно. Это все фигня. 39 и навыщено. 44 адми лав. Дома 2 гелика. Сейчас 4 будет. С лава на старпорт делается. Интересно, прям, что за лава зачем. 12 дронов, минус, ребят. 4 гелика вырываются на мейн. Минусуют 13 даже дронов. Это очень печально для Домила. В 32-24 барабам на четверть. У тирана больше. Это печаль полная. Так, давайте в 2017 обойдемся без бросов. Без бросов. Про старик там умирает и так далее. В феврале 2017. 2017. Вот, а любую другую дисциплину я могу, в принципе, постримить в любое время, но необходимых в этом нет. А тем более желание и Бейлингбаст идёт от Деми Лав. Он понимает, что с таким монстром, как Инновейшн, играть из печальной такой экономики после вырыва геликов будет неправильно. Ждёт просто Лингов Инновейшн спокойно сейчас. Идут вперёд бейны. Ну там шесть геликов сзади возвращаются. Кабину ломать. Так, Бейлинги сливаются. Бейлинги падают. Депошечку нечем пробить на рампе. Гелики вернулись. Гелики жгут снизу. Прилетает Ибанша. Гелики отходят назад. Вообще выжигает Инновейшн просто жёстко. ГГ. Один ноль. Бейлинги. Так, ну что, вторая игра. Ну что, вторая игра. Погнали. Что-то холодно стало, пора закреплять окно. Ну что, налетели. Ну что, и навыщенный демилав, и навыщенный 1.0 ведёт. Какие-то цвета странные. Навыщенный какой-то бирюзово-голубой. Ну а демилав зелёный. Да, Пошечка, уиноващена и ничего не заказано. Пошечка первая, семнадцатая. Ничего себе, билдон. Навыщенный решил замутить в решающей ими решающего второй игре. Ну 1.0 ведёт, чё. Навряд ли тут демилав улынить будет. Привет, сокол. Привет всем. СК2Т, гудгейм, твич, всем-всем-всем. Привет, Олег Ангаликс. Хотел бы я устроить турнир сабов? Каких сабов? Что имеется в виду? Не понимаю. Подписчиков? Подписчиков на что? Просто на канал, на премиум. Я вообще не понимаю, что ты хочешь именно устроить. Предлагаюсь, точнее. На самом деле, я думаю, что это не нужно. Даже большинству из подписчиков. Через Мариков начинает инновейшн. И 2 газу уже после цицехи добывается. То есть, карта большая на 4 позиции, поэтому инновейшн халявит просто как дьявол. Не все, потому что, кто смотрит стрим, не все даже в StarCraft играют. Получается. Так, если линк у Деми лаптил на огонь, он контролит, больше пока ничего не контролит. Факта сейчас на реактор сядет. Кстати, можно даже, например, гелико-циклонов сыграть инновейшн. Может быть, он, конечно, так и хочет. Газа чуть-чуть в 200 просто накопилось. Реально много это. Старпорт пошел. Нет, Старпорт все-таки делается. Так, 2 гелика заказаны. Под Старпорт лава пошла. Так, 2 гелико-циклонов. Тридцать-тридцать-два, тридцать-пять. Парабам, вы все сами прекрасно видите. Гелики. Банши с инвизом. На бараке лава будет выход стим. Да, пошел стим. Здесь гелики на ксимлагу подтягиваются. Два уже тут криптумор сожгли. Один королевы вышли отгонять. Ну, отогнал Деми лав. Третью хату делает. Все стандартно. Синовейшн не будет через трех королев прорываться. Тем более, там 4 линга сзади смоу есть. Нет смысла. Очень интересно. Армори пошло. Синовейшн решил при выходе в био, что... Блин, почему бы хеллбатами не убить, а био запасной вариант, что ли, будет? Я не знаю, как он тут планирует поступить. Ну, с армори, да, видимо, урыв какой-то будет. На хеллбатах плюс банша. Хеллбатов уже будет сейчас 8 штук в ближайшее время. 10 секунд до готовности армори. Пошел реактор под бараки, получается. Здесь третья цеха. Да, 8 хеллбатов плюс банша. Это серьезнейший. Врыв будет очень такой. Здесь плетка делает. Что Инновейшн делает? А, он прям трансформируется вокруг королев. Куда там Демилавк поперся-то? Ничего себе. Нормально под ножок Инновейшн. Падает королева. Ну, просто он понимает, что Демилавк, конечно, слабее его гораздо. И всех тех, кто он вообще в этой группе обыграл. И поэтому и прикалывает, собственно говоря. Здесь Инновейшн. В этой игре, по-моему, все ясно. Можно спорку выпилить. Было бы хеллбатами попробовать, конечно. Не спешит Инновейшн это делать. Так, королева выманивает под скорку Баншу. Здесь Банша начинает рабу вкрашить. Линги новая вэплод, Линги минус. ГГ пишет Демилавк. Ну, это реально какой-то изврат просто был. Посмотрите на потери. Такие бывают потери. Эт норма, как говорится. Ну что, делаю стоп-старт, ребят. С нулем секунд задержки. Вернусь через несколько секунд. Субтитры сделал DimaTorzok